Ну и начинаем с очередного успеха белорусской школы фристайла. На этот раз на юниорском уровне. Раубичи сегодня принимала чемпионат мира по лыжной акробатике среди спортсменов до 20 лет. На награды претендовали около 50 спортсменов из 8 стран. В этом году турнир как никогда собрал сильнейших фристайлистов. В числе российских фристайлистов обладатель малого хрустального глобуса Кубка мира Максим Буров. Сильный состав привезли швейцарцы и, конечно, китайцы. Хозяева белорусы были одними из фаворитов соревнований. Наш Дмитрий Мазуркевич выступал в ранге чемпиона мира, а Павел Дик в прошлом году выиграл серебро. Оба наших лыжных акробата уверенно прошли квалификацию и первый финал. Причем соревнования проходили при сильном морозе и порывистом ветре. Но это не помешало нашему Дмитрию Мазуркевичу в итоге выиграть серебро. Ребята прыгали неплохо по сравнению с тем годом. Даже еще лучше, я бы сказал. Ну, на 94 балла прыгнул, это не настолько много, как я прыгал раньше. Раньше я прыгал на 97. Ну, то есть, довольно-таки неплохо поработали. Ну, мне кажется, это больше повлиял ветер. Там немного на приземление, на косячил. Ну, что, собрался с мыслями, встал. Поддержка была на высоте. Мне очень понравилось. Огромное спасибо всем болельщикам. Это было приятно и супер. Конкуренция была на уровне. Было непросто сложаться. Хочу попасть на Олимпиаду через 4 года и доевать золото. Это моя большая мечта. Я думаю, что у меня все получится. Я верю в себя. За сражениями на склоне в Раубичах сегодня внимателен наблюдали и наши фристайлисты, которые на днях вернулись с Пхенчханом. В том числе и олимпийская чемпионка Анна Гуськова в национальной сборной не сомневается. У команды достойное пополнение. Тем более и для Дика, и для Мазуркевича этот год в юниорском фристайле последний. В белорусском фристайле есть кому побеждать в любом возрасте. Да, на самом деле юниорский чемпионат мира у нас в Беларуси проводят всегда на высшем уровне. И сейчас была борьба, как сами видели. Просто такие прыжки мальчики, девочки выполняли. И Дима наш достойно, достойно. Конечно, может хотелось бы первое место, но я так счастлива, что просто Беларусь каждый раз становится на пьедестал. Я счастлива за Диму. Я надеюсь, что ребята, ну, конечно, огорчаются, но есть к чему стремиться. Это не последний чемпионат мира, поэтому ребята молодцы, я очень горжусь. Ребята уже летом, ну, уже прыгали довольно так активно и тройные сальто. Дима Мазуркевич вообще уже на хорошую сложность вышел прыжков, то есть тройную и четырьмя делал. Планировали даже, что он в этой зимой должен был так выйти и на снегу на эту программу. Он не совсем там, он с нас командой уже там в основном составе поехал на Кубок мира, я этого не виделся. Ну, в итоге решили притормозить, больше остаться на двойном, чтобы больше, вот у Димы и было, вот это больше практики, такой соревновательной, тренировочной, может, ему, я думаю, скорее всего, и помогло. Я думаю, что этим летом ребята готовы уже выходить на серьезную сложность прыжков на воде и в следующем году на снегу уже будут, ну, по крайней мере, за выход в суперфинал они будут, возможность, да, у них бороться. Ну, конечно, уже ребята, спортсмены, они все члены национальной команды. Кубок, чемпионат мира, юниорский, как никогда очень сильный состав, вы представляете, 6 участников олимпийских игр. Насколько с молодой, хорошей волны сейчас войдет мировой фристайл. Так что соревнования великолепные, классно организованные, все прошло без сучка, без задоринки. Мороз и ветер не отпугнули и настоящих поклонников фристайла. На зрительских трибунах было жарко, болели, танцевали и переживали за наших спортсменов, попутно вспоминая олимпийские сражения. Ой, это было чуть, можно инфаркт вообще получить, такая эстафета. Очень было интересно, и молодцы девчонки, что так вот выступили, победили, очень интересно. Замечательно, очень рады за девочек, рады за то, что они боролись до последнего, и молодцы. Единая команда, единый успех. Добрый Чипа, молодец. Муж бежал рядом, поддерживал всю дорогу. И она говорит, самое главное, он плачет, представляете, девочки, он плачет. То есть муж плакал, муж нашей заучи. Вот, он был так рад, так счастлив, что наша победа. Тут же прибежал директор и говорит, где наш учитель физкультуры. Ему там надо было куда-то идти. Звонит учитель физкультуры, говорит, я не могу, сейчас наши, сейчас вот они, сейчас вот заканчивают, заканчивают. И я выхожу на какое-то там совещание куда-то. То есть все болели, все, конечно, конечно, все счастливы. Прыгать так, как они, вот так. Вот так. Потому что это наши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова